Вот в этой камере мы уже покрыли субстрат, скрыли пакеты, покрыли. Вот идет заращивание, идет зарастание мицели на покровную почву. Айрат Ишмияров знает практически все о том, как вырастить большие аппетитные грибы. Шампиньоны он начал растить еще в подвале своего дома в селе Отрадовка Стерлитамагского района. Началось как все люди, мы любим все грибы. Изначально нравилось просто собирать грибы, а потом как бы так получилось, что отучился в аграрном университете. После этого как бы работал на селе более 18 лет и решил как бы для себя попробовать в личном подсобном хозяйстве вот это вот выращивать, как получится, не получится. Мицели зарастает в субстрат и в течение двух недель он как бы лежит, просто зарастает. То есть вот в этих мешках здесь субстрат? Да, в этих мешках он получается дышит, зарастает и получается инкубирует полностью, колонизирует брикет. В 2020 году Айрат получил крупный денежный грант. И тогда небольшой грибной подвальчик разросся до четырех камер выращивания. Ну в 2018 году я как бы начал осваивать территорию, а в 2020 году уже как раз получили грант по агро-стартапу и полностью переоборудовали здание. Потому что нужна клемантика, нужны кондиционеры, нужна определенная влажность, температура, поэтому просто выращивать дома это нереально. Шампиньонам в каждой отдельной камере и на каждом этапе нужен разный климат. Речь идет даже не о тепло или холодно. Везде должен быть свой особый состав воздуха. В микроклимат мы поддерживаем газовое отопление, кондиционеры, вот они как раз у нас, регулируем температуру. СО2, вот измерителем СО2 мы как бы постоянно измеряем углекислый газ, содержание углекислого газа, потому что это далеко не маловажный показатель. Шампиньоны это очень капризная такая культура, такие грибы. Получается у них очень много болезней, болезней, вредителей, поэтому нужно знать полную гигиену, полный вот этот технологический весь процесс. Поэтому нужно бдить, так скажем. Шампиньоны вырастают примерно за месяц. Сперва прорастает их общее тело, которое находится под землей. Потом брикеты помещают в прохладное помещение. Там завязываются сами грибы. Вот мы на данный момент находимся в камере инкубации, где мицеллик колонизирует полностью субстрат. После мы вскрываем пакеты, засыпаем его покровной почвой и уже как бы идет от покровной почвы рост. Скажите, пожалуйста, сколько грибов по итогу получится вот из одного такого пакета? Ну, с одного пакета вам точно не скажу, но с одного квадратного метра до 20 килограмм гриба. Ну, на данный момент мы с этой камерой, ну, где-то 28-27 процентов гриба возьмем от количества субстрата. Это где-то 2,5, около 3 тонн гриба свежего. Это в месяц? Да, это в месяц получается. Весь урожай распределяется по сортам в зависимости от шляпки и размера. После они пойдут на продажу по всему югу Башкирии. Или их законсервируют и продадут отдельно. На рынки, на оптовые базы, на торговые точки, кафе, рестораны. Это ближайшие города. Стерлитамак, Ишимбай, Мелиус, вот такие города. А супермаркеты тоже? Нет, пока они вышли на этот уровень, нужен более серьезный объем, поэтому будем стараться. Но мы уже консервируем маринованные, паштеты, икру по-корейски. Вот это вот все мы сами делаем. Мы уже делаем сертификат, все у нас есть. Все четыре камеры выращивания, говорит Айрат, со временем увеличатся. Благо, что земля позволяет, а грибы он продает без наценки из-за отсутствия расходов на транспорт и пошлины. А новые санкции, как считает фермер, еще сыграют ему на руку. Да, конечно, это, безусловно, как бы помогает вот это все. То, что мы изначально, когда начинали, сама задумка заняться грибами, это как раз первое время, когда санкции ввели. Вот тогда мы только и начинали заниматься, потому что был, как бы, дефицит в грибах, и стоимость была хорошая, как бы. Поэтому мы начинали из-за этого только. Егор Полторыхин, Гульнастой Мухаметова и Ильнур Низамов, телеканал ЮТВ.